Hi guys! Сегодня мы разберем абсолютно обычную ситуацию, в которой может оказаться каждый молодой человек. Итак, представим, что вы увидели красивую незнакомую девушку и не знаете, как к ней подойти. Это Puzzle English, меня зовут Виктор, и сегодня я расскажу вам, как познакомиться с иностранкой на английском языке. Но прежде чем вы начали просмотр этого видео, подпишитесь на канал и поставьте лайк под ним. Ну? Я все вижу. Поставил? Тогда можно начинать. Итак, для того, чтобы сделать первый шаг, нужно начать с правильного вопроса. Hey, бармен! Two vodkas for me and this sexy chick. What? I'm from Russia. And where are you from? You look like Chinese? Конечно, вряд ли вам пригодится, но на всякий случай. Если вы захотите заказать две рюмки водки, не обязательно говорить two glasses of vodka. Слишком долго. Two vodkas – самое то. Фраза you look Chinese говорит о том, что девушка по внешним факторам напоминает китаян. Ну, то есть не какую-то одну конкретную девушку, а в целом представительницу этой, безусловно, уважаемой всеми национальностями. Для того, чтобы задать вопрос, почему он так считает, не обязательно говорить «why do you ask about it?», достаточно просто спросить «why». Снова выбирая «no, he is not» вместо «no, he isn't», мы усиливаем отрицательный ответ и добавляем эмоции. В данном случае – возмущение. Фраза «could I get you something to drink» уже идиоматическое выражение и подразумевает алкогольный напиток. Если же вы хотите сбавить градус, то замените «could» на «can» or «may». Кстати, ребят, если вы забыли, как правильно использовать «could», «can» or «may», переходите по ссылке на наш второй канал по грамматике английского языка. Ссылка будет вот тут. Ну, а если вы правильно сделали первый шаг, дальше нужно завязать разговор, а для этого нужно найти подходящую общую тему. Вау, ты согласен так быстро. Это проблема или что? Ну, я просто надеюсь, что ты не пиваешь, как ты думаешь. Of course, you know, female alcoholism, for instance, my mom, when I was a child, she... Drink like a fish. Вас тоже смутило, что девушка может пить, как рыба? Понятно, что в данном случае речь идет о людях, которые злоупотребляют алкоголь. Словосочетание «you know» никакого смысла не несет. Это, можно сказать, что паразит, но его очень любят носители языка. А выражение «for instance» – это то же самое, что «for example», но для более продвинутых юзеров. Если вы понимаете, о чем я говорю. I see you are on your own here. Have you got a boyfriend? No. Actually, we broke up a week ago. I'm single now. So, let's not waste our time and go to my luxury bedroom. What's wrong? I promise, I will pay the taxi. В тренажере видеопазлы слушайте речь носителя языка и складывайте в предложение. Учите всего 30 раз в день, и уже через два месяца вы легко сможете смотреть фильмы на английском языке. Если вы хотите сказать, что у девушки нет бойфренда, лучше сказать «single», потому что «alone» говорит о том, что она одна, но в помещении. А «lonely» – о том, что она одна, брошена, оставлена всеми и вообще крайне плохо. Фраза «she's on her own» говорит о том, что она в конкретный момент времени пришла одна в кафе, бар или театр, например. Этим предлогом мы хотим сказать, что Кандинский является именно автором этой картины, а не ее хозяином, как, например, машины или жены. Хотя я же не сексист, чтобы говорить о том, что у жены может быть хозяин. Ну, вы поняли, да? Ну и, наконец, нужно правильно покинуть место, где вы познакомились, чтобы, как минимум, у девушки не остался неприятный рассад. Фраза «pay it» означает оплачивать что-либо, ну, например, счет. И в данном случае предлог не требуется. А вот если вы приобретете что-то, и это будет вашей собственностью, например, еда в супермаркете, здесь предлог потребуется. И правильно будет сказать уже «pay for the meal». Фраза «it's my pleasure» – это короткий, но вежливый способ ответить тому, кто только что вас поблагодарил. Надеюсь, теперь ты стал ближе к красивым, незнакомым иностранкам. Ладно, на этом на сегодня все. Кстати, в описании к этому видео мы оставили тест на определение уровня вашего английского языка. Не забудьте спуститься и пройти его, чем я, собственно, их займусь. Команда Puzzle English желает вам успеха в изучении английского языка. До скорых встреч. Пока!